приветствую всех настоящих ценителей бокса это прогноз на бой теофима лопеса против сандора мартина поединок состоится в ближайшие выходные конкретно пройдет он 10 декабря в сша в нью-йорке на знаменитой арене мэдисон сквер гарден в ночь субботы на воскресенье вес 63 500 каких-либо серьезных титулов на кону не стоит теперь нам с вами чтобы понять как именно поединок сложится разберем теофима лопеса то какой он особенно в новом для себя весе разберем сандора мартина потому что с одной стороны он слабый боксер и неизвестный но с другой стороны год назад каким-то образом он сумел победить очень неожиданно майки гарсию ну так вот мы их разберем а потом сопоставим как именно их стиле сочетаются конкретно друг с другом ну что давайте начинать теофима билсон с василием ломаченко сумел василия победить потом внезапно проиграл камбососу потом поднялся в весе и показал бой который мне понравился многим он не понравился потому что от ноунейма пропускал удары какова техника теофима лопеса во первых он достаточно плечистый во вторых у него реально хорошая и качественная левая рука то есть я говорю про прямые удары и и крюк ого-го бьет и вообще он интересные как бы такие фишки у него левая рука еще у теофима очень быстрые ноги то есть во первых это техника конечно же у него связаны всегда удары и шаги правильным образом но это также быстрые мышечные волокна то есть очень быстрый выход вперед очень быстрый уход назад еще теофима любят применять шолдер-ролл то есть защищаться своим широким левым плечом и из потенциальных как бы минусов удар теофима лопеса когда он идет право прямой то у него удар обрезанный получается то есть вот цель допустим там и он бьет эту раз все ударил вешалка плеч видите вот как то есть он ее как бы не прокручивать сильно да то есть удар получается такой обрезанный укороченный с точки зрения классической техники бокса потенциально это является минусом и вроде как право прямой должен быть слабым но за счет природной какой-то физики за счет там какого-то чувства момента не знаю в общем как но по факту он в колочевой дай бог особенно если ловит на короткой амплитуде не нужно далеко туда куда-то вдаль тянуться вот на этом наверное можно остановиться еще из интересных моментов теофима и перед прошлым боем и перед этим поединком на тренировках он стоит в левше ну в смысле тренируются эти делать переходы но в прошлый раз когда бился в левшу встал сразу по голове получил и ну не делал больше это вот в этот раз интересно тоже он как бы тренируется то есть возможно он в ринге какую-то такую хочет устроить смену стоек также очень интересно то что теофима вот получается он бывший 61 200 и он там был крупный сейчас как бы вроде она немного 63 500 ну всего там вас чем-то килограмма прибавил но на самом деле меняется все сильно то есть габарит у соперников больше в первую очередь да то есть сам ты важно костяк твой для мощи удара вот эти мышцы они как бы дают немного и получается как бы непонятно как он себя проявит то есть к тому же у него техника все же таки не классическая вот кто по классике бьется допустим там пакет он может подниматься подниматься в весе соответственно лопес он какой-то у него есть свое чувство момента именно такой него бокс ну фактически нестандартный и тоже неизвестно как вот поднимается когда весе что как получится теперь давайте пару слов про сандора мартина испанец то есть уже потенциально из не боксерской страны левша и смотрел его бой против майки гарсия очень внимательно и кстати на канале боксинг club плюс уже лежит разбор этого поединка так что обязательно подписывайтесь и знаете вот он там что показал то есть с одной стороны сандор мартин он безударный именно с точки зрения техники то силы удара это что это ну масса как бы должна входить то есть именно как раскручивается тело вот он бьет нет то есть он скорее как-то знаете вот тыкает как бы просто вот руки бросает немножко как не в попад но он всегда это делает внезапно кроме того что он левша сандор мартин он правильно крутит он именно заходит за переднюю ногу переднюю руку из еще сандор мартин он всегда на страже когда чувствует опасность уходит очень резко довольно вообще такой скользкий вроде много не двигается но он чисто как спойлер то есть избегает разменов в острые моменты уходят а если допустим чувствует что соперник чего-то там не успевает то он уже разменяться может и потом после этого унырнуть вот такой вот он еще сандор мартин очень часто бьет двойку то есть классическая двойка именно раз-два да и потенциально возможно его на этом стоит ловить может быть теперь давайте перейдем к тому как сложится поединок ну смотрите может ли возникнуть такая ситуация что безударно сандор мартин возьмет и перебоксирует теофиму лопеса как он перебоксировал по очкам ну хотя в довольно близком бою майки гарсию я такой сценарий считаю маловероятным потому что майки гарсия ладно с ним все понятно он техничный но у него не хватало габаритов и у него судя по всему не хватало почему-то силы ног но выхода на ногах и получается он как бы маленький и вот тянуться надо им туда куда-то доставать большого гиганта большой гигант его тыкает издалека и бодренько уходит и не сумел подстроиться лопес он по габаритам уже сам такой как сандор мартин именно война джебов война передних рук он там не проигрывает поэтому я вообще не вижу как он может проиграть как в принципе это вот первое второе может ли например лопес удосрочить сандора мартина вот ну понятно что может конечно же но как мне кажется что это будет довольно трудно потому что сандор мартин он хотя на мой взгляд боксер есть что его слабым боксером но он такой знаете отступающий то есть чтобы кого-то рубануть ты должен ну или реально таким быть чистого кто атакующий очень любит работать первым номером ну как я не за там геннадий головкин мигель кота эрл спенс то есть они тебя рады просто пойти вперед и заколотить но лопес он все-таки не такой то есть у него есть ударная мощь она у него большая но он все-таки больше любит работать вторым номером даже с точки зрения техники вот у него допустим левая рука боковой есть ну именно что может лететь вперед на боковой ловить левый но опять же тут левша получается то есть левша он потенциально сандор мартин плечо поднял передние подбородок опустил все как бы он уже относительно защищен от этого удара правый прямой у лопеса понимаете очень сильно на него но на короткой амплитуде когда на него наскакивают когда он навстречу бьет соответственно сандор мартин у него такая манера как бы осторожная и он скорее уходить будет то есть его чтобы подбить нужно бить как костя цезю нужно бить как антонио тарвер то есть нужно быть чисто по классике вешалку плеч прокручивать именно чтобы туда удар прямо вдаль доставал этого лопеса по сути нету и вот как бы чисто с точки зрения техники бокса я считаю мы с вами можем увидеть ну бой явно в пользу теофима лопеса да но что по сутью возможно у него и не получится зацепиться за сандора мартин и его как бы досрочить вот наверное такая мысль с другой стороны сандор мартин он очень любит бить двойки вот если он атакует практически наверняка это будет двойка но если это какая-то серия то есть потенциально вроде как его можно на этом ловить это с одной стороны с другой стороны опять же даже свои двойки он бьет знаете очень так как бы осторожненько то есть он не проваливается ничего больше руки бросает сразу уходит поэтому опять же подбить его трудно и мы приходим к с вами к таким выводом что наверное наиболее вероятное вероятный исход боя это победа теофима лопеса по очкам также на этот бой у букмекеров есть коэффициенты но про ставки я всегда говорю и пишу отдельно на в телеграм-канале боксинг-клаб плюс мы там именно анализируем ставки с точки зрения коэффициентов что заходит что не заходит ну и так далее так что подписывайтесь обязательно да это канал платный но во первых вы меня тем самым поддержите во вторых стоит более чем разумных денег недорого в общем парни спасибо что данное видео посмотрели всем добра до новых встреч тушу камеру и Продолжение следует...